Панихиду по погибшим сотрудникам органов внутренних дел провели возле памятника полицейским, которые ушли из жизни, исполняя служебный долг. На мемориале барельефы милиционера и женщины с поникшей головой. И имена сучинских милиционеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Погибают полицейские и в мирное время, ведь защитники правопорядка всегда находятся на переднем края борьбы с преступностью. На панихиду к памятнику пришли действующие полицейские и семьи погибших сотрудников органов внутренних дел. Все вместе почтили память ушедших и возложили к мемориалу цветы. После вдовы и дети погибших при исполнении служебного долга полицейских собрались за чашкой чая в администрации города. Это уже традиция – встречаться вместе в этот скорбный день. Конечно, скорбно, всем вам соболезную. Это тяжело потерять, конечно, товарищей. Но жизнь продолжается и мы должны с вами, скажем так, еще больше держаться. Почему? Потому что на нас смотрят дети. Мы должны показывать о том, что все, что произошло, все, за что склонили свои головы наши близкие – это не просто так. Начальник УВД рассказал, что сегодня на эту сложную и опасную работу в Сочи требуется более двухсот полицейских. Чтобы укомплектовать ряды защитников закона, необходимо в том числе обеспечить их жильем, отметил Сергей Огурцов. Чтобы укомплектоваться, нужно предоставить жилье нам, достроить дома. Кудепсинские у нас их три дома. 176 квартир. Замминистр Шулика обещал до конца 2019 года достроить и сдать в эксплуатацию эти дома. Ну и также мной было сказано о том, что необходимо есть у нас и земля, необходимо нам строить дома под наших сотрудников, молодых которых мы будем принимать. За столом собравшиеся смогли не только пообщаться, но и задать сотрудникам администрации интересующие проблемные вопросы. Чиновники от образования, здравоохранения, соцполитики, ЖКХ и других управлений мэрии на месте предложили их решение. Без помощи и поддержки отметили на встрече, не оставят никого.